Очередной смартфон с противоударным и водостойким корпусом. Он имеет защиту стандарта IP68, IP69K и MIL-STD810H. Аккумулятор на 10000 мАч, 64 мегапикселя, основной сенсор с оптостабом, термосенсор FLIR Laptone, удобной операционной системой с различными вспомогательными функциями, программируемую кнопку для быстрого доступа, встроенный NFC, дисплей со стеклом Corning Gorilla Glass 7. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе, к противоударному смартфону BlackVue BV8900. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется смартфон в стандартные для BlackVue белые коробки из плотного картона, на которой есть название модели, а также ее краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем блок питания на 33 Вт, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, и, наконец, тот самый противоударный смартфон с наклеенной защитной пленкой. Слот здесь гибридный и прорезиненный для двух сим-карт или одной сим-карты и карты памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 172 на 82 на 19,5 миллиметров, вес 397 граммов. Такой вот кирпичик. Розыгрыш и море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно это 5 ми бэндов 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. В описании есть ссылка на розыгрыш Honor Magic 5 Ultimate, не забудьте подписаться и посмотреть, чтобы участвовать. Перейдем же к защищенному смартфону. Приобрести данную модель можно в черной расцветке, в черной расцветке с оранжевыми вставками, а также с зелеными вставками. Дизайн смартфона практически такой же, как у большинства защищенных смартов. Боковые рамки металлические, тыльная часть прорезиненная, как и торцы с нижней и верхней части. Стандартные есть утолщенные углы. В руке лежит смартфон неплохо, но разумеется, одной рукой им пользоваться некомфортно. Тыльная часть не маркая, материалы хорошие, как и сборка. На корпусе есть разъем для зарядки Type-C OTG версии 3.0, который находится под прорезиненной заглушкой. А вот слот не находится под заглушкой, а просто спрятан на левом торце смартфона. Из интересного есть крюк для шнурка, кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программируемая клавиша PTT с тремя видами нажатий. В настройках ко всему можно настроить команды для нажатий, что удобно. Световой индикатор, а вот миниджека нет, что как по мне прямо фейл. Хотя с другой стороны, может быть оно и лучше, лучше защита от влаги. Далее есть микрофоны, один основной динамик, Smart PA Box и один разговорный. Звучание здесь моно, что неудивительно, но хотелось бы, разумеется, стерео. Вибромотор слабый и ненастраиваемый, летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,5 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 7 серии. Экран слегка утоплен, соотношение сторон 20 к 9. Есть сертификация TUV Rainland с низким светом, 3 режима для защиты зрения. Рамки и подбородок не маленькие, но плюс за круглый вырез под фронтальный сенсор, а не каплевидный. Плотность пикселей 405 ppi, что хорошо. При прямом попадании света на экран яркости не хватает. К примеру, в солнечный день разглядеть что-либо на экране будет проблематично. Но можно. Автояркость отрабатывает неплохо, во всяком случае корректно. Частота обновления экрана только 60 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний ничего хорошего не показал. При этом экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Далее. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но не быстро. В целом, как и распознавание лица, работает медленно. Завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но это сделать сложно, так как система распознает то, что отпечаток уже зарегистрирован. Завести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше, к основным фейлам. Процессор здесь, разумеется, Mediatek Helio P90 MT6779 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Старенькая технология. Максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор PowerVR GM9446, интерфейс DOGOS версии 3.1 на базе андроида 13 версии. Прямо свеженькая. Русский язык на борту, интерфейс работает неплохо, не сказал бы, что быстро, ко всему иногда встречаются микрофризы и подлагивания, но смарт не зависал полностью. На борту есть также Android Auto, ко всему есть различные встроенные приложения наподобие игрового центра, морозилки для приложений, детский режим, режим фокусировки, различные вспомогательные функции настроек и так далее. Все как мы любим. В меню есть стандартное приложение под названием «Набор инструментов», и в нем находятся различные полезные функции, к примеру, компас, звуковой сигнал тревоги и подобные штуки. FM-радио работает только с подключенными наушниками, режим в перчатках также имеется, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.1 на 256 ГБ. Смартфон поддерживает Wi-Fi 5 серии, 4G сети с седьмым и двадцатым бендом, поддержки 5G нет. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, как и с микрофоном. Далее, Bluetooth версии 5.0 и NFC модуль в наличии Mirpay встает без проблем из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1-2 метра, емкость аккумулятора 10 380 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт и обратную зарядку ОТГ. Полный цикл зарядки от 0 до сотки занимает 3 часа 30 минут. В PC-марке устройство выдало 16 часов 21 минуту, тест я проводил на 100% яркости, поедает он за час просмотра видео на Ютьюбе на максимальной яркости по Wi-Fi около 5%. За час игры в PUBG улетает 14% заряда. Играть не сказал бы, что комфортно, во время игры проскакивают фризы, лаги, да и в целом я бы не сказал, что данная модель подойдет для игр. Для тяжелых уж точно нет. Перейдем же к тестам. Троттлинг тест проходит с невысокими показателями, но стабильно. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах, 120 гипсов минимально, максимум 129, в среднем 123. Зато стабильно, да? В Geekbench 6 в синглкоре 312, в мультикоре 1145, 3D Mark показал SlingShot Extreme 1303, SlingShot 2408. Остальные тесты в 3D Mark недоступны. В Antutu выдал результат в 264 тысячи попугаев. Я скажу, что комфортно и всегда 400 тысяч, и все, что ниже, будет подлагивать. Запомните, пожалуйста. Сторидж тест показал 19360 баллов. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел. Результат вы видите на экране. Летим дальше. BlackView BV8900 имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL STD810H. Как и все устройства с какой-либо защитой от воды я искупала во воде, по итогу под заглушки вода не попала, как и под слот, что неудивительно, как и то, что смартфон выдержал падение на асфальт. После падения на нем появилось несколько небольших царапин, но он не погиб и не треснул. Погружать смартфон в воду можно до полутора метров глубины в течение 30 минут по заявлению производителя, но не в соленую воду. Для съемки под водой имеется специальный режим. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров лет вспышки направленного микрофона, а также термосенсора. Основной сенсор Samsung S5KGW3 на 64 мегапикселя. Термосенсор FLIR Laptone 80 на 60+, сенсор для помощи в создании изображений, используя тепловизор. Тепловизор, как по мне, реализован очень плохо, если сравнивать с тепловизором, который установлен в смартфоне под названием, допустим, F150 Raptor. Обзор уже есть на канале. Чтобы использовать тепловизор, необходимо войти в приложение MyFleer. В нем можно измерить цветовую палитру и не только. Диапазон от минус 10 до 140 градусов. Возвращаемся к обыкновенным камерам. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 30 фпс. Автостаб есть. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 фпс. В стоке не особо много режимов для фото и видеосъемки, но стандартные на борту. Есть, к примеру, ночная съемка, Pro режим, Beauty, Monochrome, Panorama и так далее. Отмечу, что используются алгоритмы ArcSoft версии 4.0. При использовании фронтального сенсора при недостаточном освещении включается автоматическая подсветка за счет экрана, плюс за 4К разрешение с основного сенсора, неплохую работу со светом и стабилизацию видео. Автофокус работает не лучшим образом, детальности мало, цветопередача далеко не идеальна. С другой стороны, данного качества фото и видеосъемки как для защищенного смарта более чем достаточно. Минусы – мало яркости у экрана, нет миниджека, можно завести один и тот же отпечаток пальца, радио только с наушниками, плохой сенсор, тепловизор реализован не лучшим образом. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она более-менее лояльна, смотря как смотреть. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую. Смартфон Blackview BV8900 не сказал бы, что лучший выбор для смартфона с противоударным корпусом, но однозначно на него стоит обратить внимание, особенно если вы подобными смартами от этого бренда пользовались. При низком ценнике покупать его смысл есть. От меня девайсу скромное, да, еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удача вам, дорогие друзья.